Всем привет! Сегодня 1 июня, Московская область, и хочу рассказать о своей лаванде. Конкретно этот островок я вырастила из семян, высадила в прошлом году рассаду. Здесь буквально 4 кустика, она очень хорошо разрастается, перезимовала отлично. Я ее накрывала укровным материалом номер 60, но самое главное, вовремя нужно его снять. Рано весной, потому что лаванда сразу начинает преть. Если она уже спрела, спасти ее будет невозможно. Сегодня 1 июня, и посмотрите, она вся на бутонах. Бесчисленное количество. В прошлом году она у меня тоже цвела, но не так, конечно, массово. Я даже собрала цветов очень много в прошлом году, но в этом году это будет, наверное, сплошное покрывало из сиреневых, лавандовых таких цветов. С прошлогоднего я не сохранила этикетку, но выглядит она так. Классическая лаванда, обычная такая, узколистная. Зимует отлично. И почему еще снимаю сегодня видео о сортах своих? Потому что я сегодня буду ее черенковать. Следующий сорт. Это Мансит Стрейн. Вырастила тоже из семян. Здесь буквально в этом пакетике было 6 штучек. Вот 3 у меня взошло. И 3 я высадила в открытый грунт. Тоже буду черенковать их. Значит, написано, что цветочки лавандово-голубые. У меня он уже, видите, зацвел. Вот так выглядит. Голубого маловато цвета. Более классический цвет. Но посмотрим. Потому что это всего лишь первый бутончик. Тоже буду сегодня черенковать. Следующий сорт. Лаванда-голубой простор. На пакете написано, что цветы будут синего цвета. Она у меня маленькая. Еще, конечно, черенковать ее не буду. Но обязательно сегодня высажу в открытый грунт. Затем тоже хочу прочеренковать. И в этом году у меня появилась новая лаванда. Это горная. Я ее привезла из Сочи. Всего лишь 3 кустика. Говорят, она очень хорошо растет в суровом климате. Даже без укрытия. Но посмотрим. Хочу посмотреть, что она из себя представляет. И тоже ее сейчас буду черенковать. Готовим землю. Обычный торф. Нейтрализованный. Чуть-чуть увлажнили его. И налили в ведро примерно 2 литра воды. И добавляем такой препарат, как Максим Дачник. Это как для обеззараживания почвы, да? Да, да. Значит, сколько мы сюда? 2 ампулы, да? 2 ампула, да, 2 литра. На 2 литра 2 ампулы сделаем. Добавляем в саму землю. И хорошо перемешиваем. Черенкуем мы сегодня вдвоем. Землю хорошо перемешали. Она такая влажная. Но вода с нее не течет. Образуется такой вот комочек. И оставляем на минут 20, чтобы препарат Максим поработал. Приготовили тару. Будем использовать вот такие горшочки. Не знаю, ну здесь, наверное, по 300 они или по 320 объемом. Можно использовать, конечно, лучше всего вот такие, а не меньше. На эти, конечно, земли будет больше уходить. Но ничего. Земля настоялась. И сейчас просто набиваем каждый горшочек землей. Выставляем их вот в такие пластиковые фруктовые ящики для удобства. Все, и начинаем черенковать. Сейчас просто отрезаем веточки от основного куста. Сантиметров где 15, где 10. Да, какой ухожен вам. Да, в общем, подстригаем. Кустики. Веточки срезали, и в ведро нужно обязательно немножко воды налить. Итак, начинаем черенковать. Обрезаем все нижние листики. И вот внимательно смотрит. Раз. Так, поближе. Вот это. И вот это снимаем. Вот. У нас остается вот такой черенок. Да, теперь это замачиваем и корневин. И оббалкиваем в корневине. И вот. Здесь у нас уже набитый горшок. Отверстие. Чуть уклона. Уклон, да, делать небольшой? Да, чуть-чуть. Вот, чтобы лист не попал вот этот на землю. Чтобы лист не соприкасался с землей. Сейчас я поближе прям покажу. Вот еще, как это выглядит. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Зачеренковали мы один сорт. Получилось два ящика. Поставили все это в теплицу, где у меня растут огурцы с перцами. И накрываем клеенкой прозрачной. Получился такой мини-парничок. Сейчас каждый же сорт. Но таким образом будем закрывать клеенку и ставить в теплицу. Следующий сорт черенкуем. Это горная лаванда, привезенная в Сочи. Также ведро немного воды. И сюда скидываем веточки. И когда будете срезать веточку, ее нужно ближе срезать к междоузлю. То есть вот... Сочи. 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 Прочеренковали лаванду. Ящики эти будут стоять в теплице. Накрытые пленки. Открывать я их не буду. Но в течение недели каждый день буду смотреть, чтобы здесь сохранялась влажность. Это легко узнать по скоплению конденсата под пленкой. Вообще, при черенковании лаванда не 100% приживаемость. Ее, собственно говоря, сложно вырасти из семян и также начеренковать. Бывает выход и 90%, а бывает и 50%. От черенкования я имею ввиду. Ну, и результат я покажу какой. Буквально через неделю я сниму видео. И сегодня первый день лета, и мы срываем первый огурец. Покажи, какой. Это огурчик наш. Здорово. Давай еще. Давай, буду держать. Еще один. Вот наш огурчик, он вырос много. У него два. Два огурца, да? Да. В общем, пойдем отмечать первый день лета. Еще хочу показать перчатки. Меня спросили в комментариях. Пользуюсь ими уже три, а скорее всего четыре года. В отличном состоянии. Просто неубиваемые. Вот такая фирма. Покупала их на выставке Фазенда в Сокольниках в Москве. Вот, по-моему, даже четыре года назад это было. У меня восьмерочка. Это, конечно, не российское производство. Отличное качество. И, знаете, ими можно работать не только в земле, но и в воде. То есть они непромокаемые. И они не толстые. Но они не слишком толстые. Знаете, есть прямо резина, там в сантиметр, наверное, толщина. А здесь они, видите, вот, конечно, тонкую работу вы в них не сделаете. Там, допустим, томаты подвязать. Но более грубую работу прекрасно. Они очень мягкие, не дубовые. И вот сколько при использовании они не задубели. Такие же очень мягкие. И внутри у них не резина, а матерчатая. Видите? То есть рука в них, конечно, она немножко потеет. Но не так, что, знаете, резину одеваешь, у тебя сразу рука мокрая, аж течет. Все. А здесь все-таки они на основе материала. Вот, я думаю, все видно. Отличные перчатки. Я вообще всем им их советую. У меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok